Продолжение следует... Это такая краудсоустинговая площадка, на которой одна сторона заказчики, у которых есть наборы данных, могут их туда закачать и поставить им цену, а другая сторона исполнители могут их исполнять и зарабатывать на этом деньги, собственно. В свободное время от работы я занимаюсь с Краснодарским сообществом разработчиков, поэтому что до Питера я жил в Краснодаре, и мы там проводим различные метапы, конференции и прочие крутые штуки, на которые все мы так любим ходить. Ну, в общем, вы поняли, я почти не сплю, такая вот ерунда. В разработке я чуть больше шести лет, начинал с jQuery PHP и делал сайты-визитки, и кроме как руками их не тестировал вообще. Правда, мой руководитель любил хаотично дергать мышкой и находить всякие веселые баги. Собственно, позже я прошелся по различным технологиям, фреймворкам и стекам, поднял свой уровень знаний и даже начал немножко писать тесты. Собственно, о них мы сегодня и поговорим. Кто пишет тесты? Хоть какие-нибудь автоматизированные тесты? Отлично, уже хорошо. Существуют они разных видов. Самые популярные — это тесты, когда мы пишем их на маленькие части нашего приложения, то есть модуля. Это модульное тестирование. Оно просто в написании, но иногда во время интеграции с другими модулями может себя вести немножко не так, как мы ожидали, к сожалению. Для этого мы можем, конечно, писать интеграционные тесты, которые будут проверять работу наших модулей совместно. Они немного сложнее. Собственно, поэтому мы остановимся сегодня на модульном тестировании. Любой проект, который хочет хоть какой-то минимальной стабильности, занимается написанием модульных тестов. Возьмем для примера класс. У нас есть класс сигнал. Это такой event emitter. У него есть метод on для подписки и метод off, в котором мы проверяем, что callback уже есть в массе подписчиков. Если он там есть, удаляем. И, конечно, есть метод trigger, который будет вызывать подписанные callback. И у нас есть простой на него тест, который вызывает метод on, затем вызывает метод off и trigger для того, чтобы проверить, что наш callback не вызвался после отписки. Какие же есть критерии оценки качества тестов? Кто знает какие-нибудь критерии, как оценивать, что тесты работают? Покрытие. Покрытие. Прекрасно. Code coverage. Всем известный критерий, он показывает, сколько строк-кода, процент строк-кода, которые были исполнены при запуске тестов. Какой у вас crowd coverage? Может быть 70%, может быть 80%. У кого-то и 90%. Но как часто этот самый процент вас подводил? Были случаи факапов веселых, когда вы вливаете в прод, все было классно, но пошло что-то не так. Нет? У всех все прекрасно. А, вот были. Прекрасно. Например, вечер пятницы, ты устал, заканчиваешь очередную фичу, и тут натыкаешься на этот код. Его писал твой коллега, и тебе показалось что-то тут немножко сложное и страшное. Ты решил, что нужно просто очищать массив. Закоммитил это, собрал проект и отправил в прод. Все классно, тесты прошли, почему бы нет. Ну и пошел пить в бар. Но тут ночью звонок. Тебе крат трубку, что все падает, люди не могут пользоваться вашим продуктом, и вообще бизнес теряет деньги. Ну и да вообще, you're fired. Ты горишь, тебя собираются увольнять, и как с этим быть, как жить? Ты пьяный, а что делать с нашими прекрасными тестами? Как их отслеживать, эти ошибки, самые даже примитивные глупые ошибки? Как их отлавливать? Кто их вообще будет тестировать, тесты? Конечно, мы могли бы нанять армию QI-инженеров. У кого-нибудь есть QI-инженеры в компании, которые сидят и просто клацают ваше приложение? А у кого-нибудь есть QI-автоматизаторы? Уже лучше. То есть на них можно скинуть работу по написанию тестов. Зачем писать самим, если есть люди специальные для этого? Но это на самом деле дорого, потому что люди тоже работают, стоят дополнительных каких-то средств, расходов. Для этого мы сегодня поговорим про мутационный анализ или мутационное тестирование. Это способ автоматизировать процесс тестирования наших тестов. Его цель — выявление неэффективных и неполных тестов, то есть это по сути тестирование тестов. Действие в том, что мы можем как-то менять куски кода, запускать на них тесты, и если тесты не упали, значит наши тесты плохие. Собственно, есть мутаторы. Мутаторы — это некие операции, которые заменяют, например, плюс на минус, множить на разделить и разные подобные вещи. Они могут удалять куски кода, заменять while с условием на while false, делать обнуление массива заместо добавлением в массив какого-то элемента. Также есть мутации. То есть это уже внесенный в исходный код изменения мутаторами. В результате приобретения мутации исходный код мутирует, собственно, он становится мутантом. После этого у нас есть два типа мутантов. Первый — это убитые мутанты, тех, которых мы смогли выявить отклонение, то есть на которых тесты хоть как-то среагировали, показали, что ошибка, тест упал. И выжившие — это те самые, которые убежали от нас и донести нам баг до прода. Для оценки критерия качества нашего покрытия есть метрика MSI. Чем MSI — это процент отношения между убитыми и выжившими мутантами. Чем больше разница между покрытием кода тестами и MSI, тем хуже отражает актуальность наших тестов процент покрытия кода. Собственно, это было немножко теории. И теперь давайте поговорим, как это можно использовать в JavaScript. К сожалению или к счастью, но в JavaScript существует только один инструмент, который активно развивается — это striker. Если кто не знает, striker — это такой персонаж, который создал Логана в X-Men. Такой злой военный, который пытался убить мутантов, сдавая их же. Striker не является тест-раннером, как Karma или Jest, или не является тест-фреймворком, как Moco или Jasmine. Striker — это фреймворк для мутационного тестирования, который дополняет вашу текущую инфраструктуру для тестирования. Он очень гибкий, построенный в системе плагинов, большинство которых разрабатывают разработчики Striker. Существуют плагины для запуска тестов на JST, Karma и Moco. Также есть интеграция с тест-фреймворками, как Moco и Jasmine. И есть готовые наборы мутаторов для JavaScript, для TypeScript и даже для Vue. Для React на самом деле они входят в JavaScript мутаторы. И есть траншпиллеры, которые позволяют вам преобразовать код, чтобы потом можно было туда внести мутации для веб-пака, для бабеля и TypeScript. Настраивается это все относительно просто. Вам нужно только указать в JSON-конфиге, какой тест-раннер вы используете, тест-фреймворк или транспиллер, и соответствующие плагины из NPM. Также есть утилита консольная, которая все это может сделать за вас просто вопрос-ответ. Как это все работает? Жизненный цикл прост. Сначала страйкер загружает конфиг, анализирует его на различные плагины, настройки, исключения файлов и тому подобное. Затем происходит загрузка самих плагинов. После идет запуск тестов на вашем исходном коде, для того чтобы проверить, что тесты на самом деле сейчас актуальны. Возможно, они уже сломаны. И после этого, если все хорошо, он генерирует набор мутантов по файлам, которые им разрешили мутировать. И затем гоняет тесты на мутантах. Вот есть пример из одного из проектов. Страйкер запускается, считывает конфиг, подгружает номер зависимости, находит файлы, которые будут мутировать, запускает тесты на исходном коде, создает 152 мутанта и запускает тесты на этих мутантах 8 потоков. В данном случае на базе количества ядер CPU. Это все не быстрый процесс. Это лучше делать на каких-нибудь CICD-серверах. После прохождения он дает краткий отчет по файлам с количеством созданных, убитых, выживших мутантов. И чуть выше он показывает, собственно, самих мутантов и мутаторы, которые были применены. Это и есть потенциальные возможные проблемы, которые мы не дотестировали в наших тестах. Собственно, давайте подытожим выводы, что мутационное тестирование — это полезно, интересно, может найти проблемы на ранних стадиях тестирования, причем без вмешательства других сторонних личностей, каких-то кроме наших машин. Оно циклеет проверку pull-requests, в счет того, что не нужно будет заставлять, например, людей проверять pull-requests, в котором уже есть косяк. Или спасет пород, если ты пошел в пятницу и задеплывал в пород. Также Striker — гибкий многоточный инструмент, но пока сыроват, до сих пор не дошел по всем веру до мажорной версии, активно развивается. Например, за период подготовки этой презентации они наконец-таки сделали в плагине для бабеля возможность указать бабель-конфиг или починили немножко жест-интеграцию. Но все очень быстро развивается, приходите к ним, помогайте. Спасибо за внимание. Там вопросы. Спасибо. Так, прежде чем выбрать… О, у меня есть совершенно потрясающая подарочная книжка «Вино по правилам и без ущерпывающего руководства». Это чтобы написал тесты и пошел пить вино. Все, как ты говорил, тебе нужно будет выбрать, кому мы подарим этот сувенир с конференции. Прошу. Я сначала хотела задать вопрос, потом только про книгу узнала, так что я здесь некую связь не буду. А мутационные тесты как тестировать? А зачем их тестировать? Ну, наверняка тоже есть погрешность, потому что когда мы модульными покрывали, ты говорила, было покрытие 90%, 90%, казалось бы, все хорошо, но все равно проскакивали вот эти вот кейсы, что все падало и было в огне. Соответственно, почему у нас появится ощущение того, что все хорошо после покрытия еще этих тестов мутационными? Нет, я не говорю, что это сильвер будет, что он все вылечит, естественно. Могут быть какие-то пограничные случаи безумные или отсутствие кода мутатора. Но в большинстве случаев самые типичные ошибки в первую очередь отлавливаются легко, потому что, например, ты ставишь проверку на возраст и поставил ее меньше 18, нужно было меньше либо равно, а в тесте забыл сделать проверку пограничного случая. У тебя сделалось сравнение там в другое мутатором, и в итоге тест упал или не упал, и ты понимаешь, что все хорошо или все плохо. То есть такие вещи, они быстро отлавливаются. Это способ просто дописать тесты правильно, то есть упущенные моменты найти. Спасибо за доклад. И часто у тебя вообще… Я тут. А, все, вижу. Часто у тебя вообще происходит ситуация, задеплоил и ушел? Ну, не часто. Это долгий процесс в большом проекте, естественно. Но я думаю, в многих проектах подобные вещи существуют все-таки. Ну, я считаю, что это неверно. Естественно, это неверно, но многие считают, что CodeCoverish помогает все проверить. Можно уйти спокойно, не париться. Но это не так. Это неправда. В реальной жизни есть такие штуки, как Continuous Integration с пайплайнами. К сожалению, как бы ты ни делал, иногда оно добирается до продакшена само. Иногда тебе случайно выдали права на пуш-мастер, а ты забыл, что мастер уходит сразу на прот. Следующий вопрос. Прошу вас. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Есть ли там какой-то механизм… Скажу, в чем проблема, например. У нас там куча всяких редюйсеров, все прочих вещей, которые мы мутационно тестируем. Их очень много. Это все разрастается, и получается, что на каждый пиар запускается все мутационное тестирование, которое много времени занимает и так далее. А есть ли там возможность запуска на определенные вещи, которые изменялись? То есть если не изменилось, мы не запускаем. Я думаю, это можно настроить самому. Есть, например, на стороне разработчик, когда он пушит, коммитит, можно сделать линстейдж плагин, который будет только те файлы, которые изменились, прогонять. На CICD тоже такое возможно. В нашем случае у нас очень большой проект, большой старый, и мы практикуем точечно проверку. Мы не проверяем все, потому что это займет неделю. Будет сотни тысяч мутаторов, которые это все не выдержат сервера, естественно, такой проверки. То есть я бы рекомендовал, наверное, пока точечно проверки делать, да, либо самому организовывать. Инструменты готового я не видел у них для такой интеграции. Вон там еще вопрос. И вот вопрос. Спасибо за доклад. Действительно очень интересный инструмент. Не слышал о подобном виде тестирования до этого. Вопрос. Обеспечивается ли полнота всех возможных мутаций для какого-то конкретного куска кода? И если нет, то как именно там выберяется? Полнота в плане комбинаторики, мутации? Да, да, да. Я на самом деле хочу проверить, до сих пор не проверил, но так понимаю, что он делает одну мутацию на один файл и не делает комбинаторики никакой с ним. То есть у тебя получается пять вариаций, может быть там пять вариаций на один файл. То есть получается, что один прогон теста может что-то выявить, второй что-то не выявить, третий опять что-то выявить и так далее. То есть все-таки не особо такой надежный инструмент все равно получается. Инструмент, естественно, он не говорит, что он все решает, как я уже сказал ранее, но он поможет найти какие-то, как минимум, там глупые случаи, как максимум примитивные, простые вещи, которые ты забыл дописать в тестах, чтобы проверять их. То есть это может быть не только ошибки, это может быть просто недописанный тест. В первую очередь тесты многие пишут иногда. Снэпшотные — это вообще идеальные тесты, как бы считают все. Но многие пишут тест, просто один раз сделали кейс и больше ничего в нем не проверяют. Зарендерилось — хорошо. А что там зарендерилось — неважно. А тут тебя заставят проверить это что-то. То есть изменяя как-то код. Я понял. Спасибо. Привет. Я здесь. Очень интересная тема. Спасибо большое. Как раз по поводу снэпшотов хотел спросить. Вот у меня юнит-тест тестирует и логику, и в том числе верстку снэпшот реакт-компонента. Естественно, если я любую логическую конструкцию изменю, у меня тут же верстка меняется. И это ожидаемое поведение. Разве не так? Ну, снэпшоты — да. И в этом и смысл снэпшота, что ты сам вручную их обновляешь, подтверждаешь, что все классно. То есть ты снэпшоты как-то игнорируешь в этом репорте, который тебе какой-то… Снэпшоты ты, скорее всего, должен до этого обновить, а потом запустить нутационное тестирование, иначе у тебя будет куча мусора. Окей. И еще маленький вопрос по поводу CI-серверов. Вот для просто юнит-тестов куча репортеров, там под GitLab, под все что угодно, которые тебе выводят процент, и ты можешь настроить там фейлить или фейлить. А с этой штукой что? Она тебе просто табличку выводит в консоль. Ну что дальше с ней делать? У них есть HTML-репортер, можно сделать свои репортеры, оно все гибко настраивается. Возможно, есть какие-то конкретные. Но так как мы занимаемся пока точечно, я не находил конкретных интеграций с TeamCity и подобными CI-серверами. У меня следующий вопрос. Насколько мутационные тесты увеличивают поддержку вообще тестов, которые у тебя есть? То есть тесты — это боль, и тесты, которые у тебя возникают в проекте, потом их надо переписывать, когда код переписывается, и проще вообще код переписать, чем тесты написать иногда бывает. А у тебя еще есть мутационные тесты. Насколько это бизнесу становится в копеечку? Сначала я поправлю, что переписывать код ради тестов — это неправильно. Должен быть правильный тест, должен быть сразу правильный код, который легко тестируется. Насчет того, что нужно дописывать, это опять же для бизнеса важно, чтобы тесты были максимально полные, эффективные. Если они не полные, значит у тебя боится баг в проде, который принесет потери. Естественно, можно тестировать кусок какой-то, гиперважный бизнес, расчет там. Так у меня был вопрос, насколько, когда у меня появляются мутационные тесты, это становится дороже, если бы у меня их не было. Это точно дороже настолько, сколько плохо ты пишешь тесты сейчас. Если ты плохо пишешь сейчас, то тебе придется много дописывать, он будет находить какие-то случаи, которые ты не покрыл. Коллеги, у нас остались слоты по два вопроса. Один справа, один слева. Давайте вначале справа. Привет, Марк, спасибо за доклад. У меня вопрос такой. Вот ты показывал слайд, где куча там ворнингов, они критические или не критические. Да, вот здесь. У меня вопрос. Вот если человек видит, что у него все это валится, он на это забивает или идет дальше? То есть они ложные срабатывания, то я понимаю, здесь их много достаточно? Смотря что тут очень тонкий вопрос, что считать ложным. У нас был спор. Я подошел к ребятам, говорю, что у вас там выпадало интересного из таких ошибок. И было интересное мнение насчет new error и текст error. Страйкер вылезал в error и сказал, что ты не проверил, что error вообще как-то изменился. Ты не отреагировал на то, что текст ошибки другой. Вроде бы косяк, но минорный скорее. То есть вы на совесть разработчика тестов оставляете, что или на дебопсах. Это тонкий вопрос, что нужно точечно это проверять пока что, потому что инструмент очень много ресурсов живет, и это нельзя сделать на большом. То есть вы такие ошибки видите, и вы их пропускаете, говорите, что это не критично, идет дальше. Да, то есть у error удалил ошибку текст, значит, скорее всего, не критично. Окей, спасибо. Последний вопрос, остальные зададим с кофебрейка. Привет, спасибо за отличный доклад. Узнал что-то новое сегодня. У меня практический вопрос. Вот когда вы все это взяли и внедрили, какой процент тестов у вас повалился? Соответственно, ну… Повторюсь, мы не внедрили на всем проекте. Ну, мы не гоняем весь проект. Не важно, на том, что внедрили. То есть были случаи, что мы начали на новом проекте это обкатывать, и сразу же мелкие косяки нашлись, там парочка, которые забыли покрыть в тестах. Ну, то есть какого-то соотношения не скажу. То есть не мерили в цифрах. Но в целом улучшило, да, подход к написанию тестов? Да, то есть тебя немножко заставляет что-то находить, косяки, которые ты забыл, кейсы, косяки, какие-то покрытия. Спасибо. Ну что ж, кому вручаем книжку? Так, был вопрос, мне кажется, оттуда, который про полноту… Для бизнеса дорого. Насколько дороже становятся тесты? Кто задавал вопрос? Вон там человек сидит. Передай, пожалуйста. Так, а тебе от нас вот это замечательное повесить на стену и вот это замечательное поставить на стол. Аплодисменты! Продолжение следует...